мистика хип-хоп танцы и легкое звучание все это описание нового камбэка ли серафим серафим наконец-то выпустили свой третий мини альбом изи с одноименным заглавным треком и сейчас я хочу обсудить этот яркий релиз но перед началом этого видео я напомню что если вы вдруг не подписаны на этот youtube канал обязательно подписывайтесь и обязательно нажимайте на колокольчик ну а также если вы хотите поддержать канал вы можете сделать донат на байме кофе или patreon ссылки вы найдете в описании этого видео и так ли серафим их новый альбом изи этот камбэк стал очень очень ожидаемым потому что последний полноценный корейский камбэк серафим был аж в мая 2023 года потом был еще японский релиз и офигенная песня perfect night но все-таки фанаты уже долгое время ждали именно полноценный корейский камбэк и вот в январе 24 года серафим анонсировали релиз нового альбома и 19 февраля серафим наконец-то выпустили свой третий мини альбом изи ну и конечно же клип на заглавный трек первое что интересно в этом камбэке это то что у серафим не было при релизного сингла я думаю вы заметили что сейчас все чащики и поп-артисты делают при релизные синглы чтобы подогреть интерес аудитории перед предстоящим альбомом серафим решили что им в целом и без при релиза классно и решили выпускать уже целый альбом в один день итак первое что хотелось бы обсудить это конечно же клип на заглавный трек изи клип получился очень крутым проработано максимально все круто режиссура у клипа очень крутая было много интересных переходов и игр со светом очень круто проработаны образы локации декорации хореография крутая кстати хочу сказать что над этим клипом работала режиссер которую зовут не на макнили и ранее эта девушка уже снимала клип для dodgy cat для ее хитового сингла paint the town red в общем хай блейблс как обычно не разочаровывает нанимает крутых профессионалов и делают офигенные музыкальные видео для своих артистов но как я всегда говорю клип визуал хореография это все конечно классно но в первую очередь нам интересно какую же музыку представит артист и теперь хотелось бы обсудить каким же получился трек изи и первое что бросается в глаза это то что песня изи не звучит как кей-поп трек в нашем традиционном понимании песня выполнена в таком западном стиле и в целом веет вайбами старых западных женских групп по типу tlc и atomic kitten в целом релизный серафим получился чем-то схожим с теми западными группами не только там по звучанию но также по визуалу клипа ну и по общему настроению это не значит что ли серафим там плагиатит или копирует те группы просто выполнено вот в таком стиле и нужно сказать что в целом серафим сейчас далеко не единственная группа которая пытается делать более западное звучание сейчас все больше кей-поп артистов начинают ориентироваться на западный рынок жанр кей-поп уже стал частью мировой музыкальной индустрии и поэтому кей-поп сейчас меняется и в целом кей-поп треки двадцать четвертого года не звучат уже как кей-поп треки восемнадцатого и девятнадцатого года это нужно понимать кей-поп сейчас очень сильно изменился хорошо это или плохо сказать нельзя это не хорошо неплохо просто факт но в случае с треком изи нужно сказать что то что песня стала там более западной это не единственное что отличается у этого релиза с предыдущими релизами или серафим если вы помните то предыдущие заглавные треки улиц серафим по типу там фирлас анти пряжел анфигивен были такими пробивными боевиками но песня изи получилось совершенно другой она получилась более мягкой и легкой по звучанию но тут еще нужно сказать что ли серафим сделали просто огромный акцент на том что их три первых альбома были настоящей трилогией и когда вот вышел альбом on forgiven они сказали все эта трилогия завершена так что возможно ли серафим хотят делать разные стили разные подходы к разным трилогиям и возможно вот с этим альбомом изи они начинают новую историю соответственно новую трилогию но опять же сказать то что звучание изи стало прям супер неожиданным у ли серафим я не могу в альбоме который вышел осенью в двадцать втором году где заглавкой был трек анти фрежел есть такая прикольная песня impurities и в целом эта песня чем-то похоже по звучанию на их новый релиз изи то есть мы делаем вывод что ранее ли серафим ставили на заглавки такие пробивные боевики но также в их альбомах присутствовали более легкие песни но в новом альбоме изи они захотели сделать заглавку более легкой и облегченной кстати я должна сказать что между релизом альбома on forgiven и релизом альбома изи было очень важное событие серафим выпустили песню perfect night эта песня была выполнена полностью на английском языке она была выполнена в коллабе с компьютерной игрушкой и в основном эту песню серафим продвигали на западном рынке и нужно сказать что хоть эта песня не была там полноценным камбэком у этой песни было довольно такое маленькое продвижение перед релизом было маленькое количество концепт-фото и концепт-видео песня получилась очень очень удачной сейчас на клипе на этот трек более семидесяти миллионов просмотров и нужно сказать что эта песня как раз таки выполнена в более легком стиле в более облегченном звучании и возможно продюсеры серафим просто посмотрели что вот perfect night так классно пошла давайте теперь сделаем еще и полноценный корейский камбэк в таком стиле мне песня perfect night очень нравится это стопроцентный хит песня easy мне тоже в целом понравилось но если предположить что теперь все песни или серафим будут в таком более легком звучании это немножечко расстраивает потому что их первые треки по типу там fearless anti-fragile and forgiven были такими стопроцентными пробивными боевиками и их стиль очень выделялся на фоне других кей-поп артистов сейчас они поменяли стиль на мой взгляд он стал менее выделяющимся на фоне других кей-поп артистов но знаете главное что песни хорошие поэтому окей будем слушать новости или серафим кстати или серафим же выпустили не просто песню изи а целый мини альбом и я считаю что альбом тоже нужно обсудить меня альбоме изи у нас пять треков включая заглавную песню и после прослушивания этого альбома у меня были какие-то смешанные чувства в целом в альбоме вроде бы нормальные песни но они все очень сильно разном стиле такое впечатление что это не альбом с одним концептом а просто сборник разных треков с предыдущим альбом on for given была похожая ситуация заглавный трек on for given был выполнен в одном стиле ну а весь остальной альбом совершенно другом стиле почему ли серафим так делают свои альбомы и не выдерживает один стиль для одного релиза мне непонятно но вот такая вот у них политика создания альбомов но опять же если сравнивать альбом изи и альбом on for given в альбоме on for given был стопроцентный хит за главный трек on for given на мой взгляд их новый релиз изи это уже не такой стопроцентный хит мне кажется это та песня которую нужно послушать несколько раз и потом она тебе понравится случае с on for given первое прослушивание все классная песня добавляю себе в плейлист кстати если даже сравнивать тот же трек perfect night и изи на мой взгляд perfect night получилось более хитовой кстати я вот сейчас подумала было бы прикольно если бы perfect night и изи были бы треками из одного альбома perfect night выступила без заглавкой а изи выступила бы либо без сайдом с промоушеном либо же тем же при релизным синглом и тогда этого получился такой вот интересный релиз но опять же нужно понимать что сейчас огромная конкуренция в кей-поп и по факту каждой группе нужно очень очень часто представляет новую классную музыку чтобы о них просто не забывали и такая политика выпуска отдельных синглов очень логично очень понятно но и смотря на успехи perfect night видим что она еще и очень успешно что можно сказать по итогу ли серафим это хорошая интересная группа которая не боится экспериментировать со своим звучанием мне нравятся их релизы я просто балдею от визуалов их клипов они всегда выполнены на высшем уровне единственное чего бы мне хотелось это того чтобы их альбомы были выполнены более-менее в одном стиле я хочу включить альбом и послушать одну целостную историю ну а пока что в альбомах ли серафим просто какие-то разные песни выполнены в разном стиле делитесь своими впечатлениями от нового релиза ли серафим как вам клип на заглавный трек как вам вообще заглавная песня как вам весь альбом изи все мне это очень очень интересно почитать ну и конечно же если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайк и заглядывайте в мой новостной телеграм-канал о кей-поп подписывайтесь на мой телегу либо по этому кир-коду либо же по ссылке в описании этого видео